красавчики красавчики всем доброе утро до не надо расстегиваться один сейчас хотим пойти на базар купить надо капусту огурцы яблоки сейчас еще папа сюрприз принесет да димка наши сейчас все будет сюрприз знаешь какой бабушка подарок тебе приготовила выслала сейчас она сейчас папа вынесет тебе подарочек как ты думаешь что это что это может быть как ты думаешь не поняла но сюрприз от бабушки она высылала его давно хотела на пасху чтоб мы тебе подарили но мы тебе сейчас его подарим отдадим да бабушка вика тебе купила как ты думаешь что это может быть и дротики это просил дротики я сюда такого не помню чтоб ты просил дротики доброе утро не знаешь но сейчас узнаешь сейчас папа выйдет и узнаешь о смотри папа вышел что он тебя вынес как ты думаешь что это такое да давай сюда на лавочку как ты думаешь что это не знаешь ну давай открывай а ты взял что ну что миле чем открыть и не смотришься и не дерево если у вас не дерево бам что все открылся ну да открывай разрывай что это такое самокат такой как ты хотел собирать но на двух колесах димка надо будет учиться на двух колесах ездить сейчас папа его берет на улице кстати так прохладно вроде солнышко светит но прохладно что ну там же скрипса что так а равновесие держать как на велосипеде ага разгоняйся быстро не бойся димка давай мама тебе покажет хочет я покажу да она ты же пущу на что у тебя ровнет смотри надо смотри вот так И ты там есть. Теперь и я смогу кататься. Ну, учись. На роликах ты тоже не сразу научился. Ну, так научился. Ну, так ты с самого начала тоже не мог. А потом постарался, и всё получилось. А Дима пьёт кофе. Да? Горячий шоколад. А все думают, я стою с кофе, а тут лата. Кстати, написано, время пить кофе. И у Димы время пить кофе. Похоже на кофе, только это не купить. Да? А все, наверное, проходят и думают, ой, какие хорошие родители в кавычках. Ребёнку кофе покупают. Просто, наверное, не все знают, что есть горячий шоколад. А Димка у нас его обожает. Да, это у меня мечта стать шоколадом. Да? А что ты дома не пьёшь? У тебя есть дома и горячий шоколад, и несквик. И что хочешь? Шоколад горячий? Не забыл утренную воду. Да ладно, я тебе дома сколько раз делала, а ты его не пьёшь. Самокат прикольный, конечно. Но он ещё не очень научился ездить, но так, теряет равновесие немножко. Но я думаю, ещё чуть-чуть и научится. Кстати, одела ему шапку, а то у нас на лоджии так жарко. Покажи, как ты ездишь. Ой, только маме тяжело разворачиваться. Молодец. Направлю шапку. Давай. А ну, покажи, как ты. Получается у тебя? Угу. Ты крепко держи руль. Крепко-крепко. О, молодец. Класс, если я тоже хочу самокат. Да. О, мама, я знаю, что тебе подарить на недвижденье. Самокат, смотри. Нет. Камеру мне надо. Значит, самокат. Нет, да камера так. Камера не стоит, что-то, сколько самокат. Если бы я могла на пляж ездить на самокате. Да и то, электро. Мам, на лекции можно и быстро приедет. Да. Даже не надо и ходить. Пешком. 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 Песком. Песком. И я хочу оттолкиваюсь, оттолкиваюсь и ногами. У нас уже листики. Молодец, Фокус. Фокус, ты где? О, это же листики вылазят. У нас такие садики. И цветочки везде. А у нас такие тоже есть. Мам, разреши. И че, могу гулять на травку, и у нас там. А здесь фиолетовые первоцветы. Класс, красиво, так, когда все распускается. Скоро деревья будут зеленые. Смотрите, какой красивый мейн-кун. Я раньше тоже все хотела такого. Но я не знаю, он такой большой вырастает, а вдруг он пожрет. Меня или Диму. Но они вообще агрессивные. Ну да. Они вырастают здесь до 15 килограмм, да? Я не помню. Или больше. Мама говорила, это у него там у кого-то знакомых был. Вот так он кидался на... Нет, не у знакомых. Это в Бердянске. Когда ты был маленький, ходил мужик с таким котом на поводке в Бердянске. А, ну, значит... И что он был дикий, он там кидался на всех. А он по Приморской площади ходил, гулял с ним. Он выгуливал. То есть, ему нужно варить, наверное, как собака. А срет он сколько. Фу, какая. А срол, правда. Купили мы в магазине огурцы. Активио хочу такую дать ему попробовать. Может быть, будет. Ну, как бы киви кислая. Где-то отдаленно на яблоко похоже. Ну, не похоже на яблоко, но с бананом. Возможно, ему понравится. Не знаю, может, будет пить Димка. Творог взял. У нас проблема с яблоками вышла. Пакет разорвался прямо на кассе. Дима, что в последнее время очень хорошо стал кушать яблоки. И взяла йогурт такой. Мне очень нравится. Он нежирный, без сахара. И такой вкусный он, как кефир, но йогурт. Взяли еще сладкий перец. Капусту взяла две штуки, так как они маленькие. Один как-то просит салат, и я ему сегодня в обед сделаю. Ну, в принципе, полезно. Пусть кушает. Она молодая. Для борща, конечно, она не очень. Я готовила борщ с молодой капустой. Лучше старую брать. Ну, просто старую туда я не нашла. Поэтому была молодая. Дима опять попросил сосиску в тесте. Сейчас будет кушать. И два редбула. Взяли один, не один, Денис. Он без сахара, вкусный. Конечно, понимаю, что таким увлекаться нельзя, но все равно. Иногда покупаем. Кстати, пакеты мы не покупаем. Я хожу с такими сумками. У меня их много. Это мужа-мама высылала. У них они. Это, по-моему, в подарок и шла какая-то. Такие. В общем, разные. Еще есть одна такая смешная. В общем, она зеленая. И внутри мне нравится, что она как клеенка. Но прикол в том, что здесь написано «Мусор». И эта сумка вообще, они как там, когда заключают контракт с мусорной компанией, им мусорная компания выделяет специальные пакеты. Есть, допустим, обычные, а это пакет для стеклянных бутылок. Ну, дома сложите, чтобы вынести в контейнер. Там же обязательно сортировать надо. И там есть для памперсов специальный. И вот этот был, это им выдают для стеклянных бутылок. Потом контракт закончился, и она вот это мне привезла, когда приезжала. Думаю, ну, в принципе, ну, ничего страшного. Зато я не покупаю пакеты. Я ее стараюсь этой стороной носить. Тут она обычная. И я ее просто одеваю на плечо, и никто и не видит, что там написано «Мусор». Ну, а мне, в принципе, пофиг. Потому что покупать специальные сумки, ну, вот у нас продаются, зачем мне на них тратить деньги, если у меня есть куча других обычных. И мне абсолютно все равно, что там на них нарисовано. Вот такая есть розовая. И вот эта классная была. Мне нравится и цвет ее, и она такая маленькая, тканевая. Но я ее немного испортила, и она уже не отстирывается. Это у нее знакомый держит автомастерскую. И это там, ну, на разные праздники там всякие подарочки выдают. И он ей, короче, подарил. Но здесь вот, видите, пятна. Это я когда-то покупала курицу, и курица, блин, потекла. А отстирать она уже не отстируется. Ну, в общем, она так лежит, не знаю, мало ли, может где-то пригодится. Ну, а вообще, по большому счету, ее, наверное, надо выкинуть. Я вот хотела спросить, а ты будешь вот такую активию пить? Смотри, киви и бананчик. Я тебе налью в стаканчик, а ты попробуешь. Ну, чуть-чуть попробуй. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, что, тебе сложно попробовать? Но она вкусная. Я не хочу. Я больше я тебе набила. Когда? Мы же тогда еще не играли. Не играли, это тоже честно. В гости приехал дедушка. Да. Да. Дима его быстро напряг поиграть. Да. Никому не надо, няня, на вечер. Или на выходные. Дима, когда к дедушке поедешь в гости? Не, не, не. Чего? У Димона что-то температура до сих пор держится, не знаю. Она вроде днем спадает, а на вечер опять 37,6. И самое интересное, что высоко не поднимается, что и не собьешь. В больницу я сегодня не ходила. Не знаю, что они скажут. Как бы у него, в принципе, никаких больше признаков нет. Ни насморка, ни кашля. А температура все равно такая низкая держится. Не знаю, что это может быть. Самое интересное, что она вот спадает, а потом опять поднимается на вечер. Но не поднимается. Вот только как один раз поднялась на 38, больше не поднимается. В больницу я записалась на понедельник. Можно было на сегодня, но я просто не успела бы туда попасть. Поэтому записалась на понедельник за глаза. Будем проходить обследование. Я, конечно, каждый раз так переживаю, но что поделаешь. Нужно принимать любой результат. Все-таки он растет, и зрение настолько нестабильное. Но глазные нервы растут у него. Ну вот, он в рост растет. И нужно, чтобы глазные нервы росли одновременно. Но не всегда так бывает. И из-за этого идут вот эти скачки в зрение. Но очень надеюсь, что все будет нормально. Сейчас, наверное, чаю попьем. Тоже будем спать идти. Сейчас без 10.9. Димке буду книжку читать. В душ, наверное, вести его сегодня не буду. Так, только ноги помыть после улицы. И все. Так что, всем спокойной ночи. Всем пока. Пока.